Приветствую всех зрителей. В сегодняшнем ролике, как вы просили, я поговорю о схемах своей игры, а конкретно именно о подачах. Какие подачи я подаю примерно в середине партии? Это примерно 5-5, 6-6 и максимум 7-7. То есть, начиная со счета 8, это уже идет завершение партии. Там уже немного другая стратегия игры. Так вот, эта система, по которой я подаю, она, конечно же, не 100%. Она подходит не для всех, но ее я использую. Может быть, вам она будет полезна. Для ее выполнения вам необходимо, чтобы вы в совершенстве владели подачей, такая как маятник. Как подавать подачу маятник, вы можете посмотреть на моем канале. Ссылочка, точнее подсказка, где-то должна выскочить. Либо тут, либо тут. Точно я не помню. Вот. Посмотрите, как ее подавать, научитесь, тогда вы перейдете к вот этому обучающему ролику. А теперь переходим именно к самой системе. При счете 5-5, либо 6-6, либо 7-7, у меня следующая заготовка. Она, повторяюсь, не 100%. То есть, если вы ею овладеете, это еще не значит, что вы 100% выиграете очко. Но все же она будет для вас полезна. Смотрим, что я делаю при счете 7-7, либо 6-6. Первое. Что я делаю? Первая подача моя, которую мы из двух подаем в середине партии, это подача с нижним вращением, чтобы ее направление было четко направлено в левую сторону соперника. То есть, примерно с того угла сюда. С этой подачи мы добиваемся, чтобы соперник у нас не начал атаку, а отрезал нам либо на первый ход, мы сразу тут в зависимости, как соперник уже будет принимать, либо мы здесь будем с ним разбираться, выходя из промежуточной игры. Как выйти из этой промежуточной игры, точнее, после вот этой подачи, когда нам коротко оставили, чтобы соперник немного завысил, я расскажу в следующем ролике. А в этом ролике будет только то, как нужно действовать в середине партии. То есть, первую подачу мы подаем с нижним вращением в ту диагональ сопернику налево. То есть, вот такую. Соперник делает два варианта. Либо он ошибается, это, конечно же, плюс, либо он оставляет на столе и не атакует, потому что это уже середина партии. Вот. И второй момент. Как мы выходим из этой подачи? Точнее, не выходим из этой подачи. Первую мы подали, нам не атаковали, допустим, мы выиграли очко. Что мы делаем второй подачей? Вторую подачу чуть-чуть смещаем в центр, но уже направление не с этой диагонали идет, а немного на центр, и уже подача. Маятник не нижнебоковое вращение, как мы сейчас подали, а верхнебоковое. Тем самым, мы соперника заставляем возвысить мячик, чтобы мы сразу произвели атаку. Либо сразу ошибиться первым мячом. Почему это происходит? Во-первых, потому что во время этой подачи соперник у нас что делает правильно? Он у нас не скручивает, когда мы подавали первую подачу с нижнебоковым вращением. Он нас подрезкой либо в промежутную игру ввел, либо отдал нам на атаку. Все, очко разыграно. Следующее, мы же не делали никакой паузы, и соперник соответственно тоже. Он никакой корректировки не ждет, он примерно ждет то же самое примерно в этот же угол. Особенно если мы выиграли очко во время того розыгрыша. Соперник ждет, что то же самое будет подано по этому же направлению. Когда мы с этого же замаха делаем следующее. Немного в центр подаем верхнюю боковую подачу. Вот, немного в центр уходящий. Соперник, ожидая нижнюю подачу, начинает кидаться на ту, мяч возвышает, и мы тут уже производим атаку. Сейчас давайте покажу, как это происходит в действии. И вот, середина партии. Соперник напряжен, я тоже, но у нас есть две подачи. Сейчас применяем наши домашние заготовочки. Это маятник, нижнебоковое вращение в диагональ, чтобы соперник не начал атаку. Он нам дал на ход, сразу атакуем. Это первый вариант, если он нам дал на ход. Существует в этом подаче три варианта получаются. Первый, самый лучший, это соперник сразу ошибается. Второй вариант, если он нам дает на ход, мы начинаем дальше в розыгрыш, входим, выигрываем очко. И если соперник принимает, затягивает нас промежуточную игру, и затягивается вот эта вот игра. Как выйти из той игры на атаку, я расскажу уже в следующем ролике, ну, либо в ближайшее время. Вот, сейчас была нижнебоковая подача. Теперь подаем, как я вам уже говорил, после этой нижнебоковой подачи, подаем верхнебоковую подачу, немного со смещением, чтобы это было не диагонально лево, а немного в конфликтную зону, это примерно куда-то в район локтя. Но, сейчас вы уже готовитесь, потому что у вас сейчас, скорее всего, будет всего один вариант. То есть, точнее, два варианта. Либо соперник ошибается, либо вы сразу начинаете атаку. Смотрим. Вот он, тот самый вариант. То есть, нижнебоковая подача, то есть, в принципе, она, ой, точнее, верхнебоковая подача, она немного была похожа на нижнебоковую, но вот это та самая конфликтная зона. И самый лучший для нас вариант, мы выигрываем очко первым, точнее, очко сразу во время подачи. Смотрим теперь второй вариант. Допустим, мы не выиграем очко. Но соперник ее завышает. Это неспроста. Почему это происходит? Я вам уже говорил. То есть, это соперник принял подачу, когда во время первой, он, у него в руке еще остался тот чувствяк, во время подрезки соперник думает, что будет то же самое, но летит немного с возмещением, но уже верхнебоковая подача. Перестроиться в этом моменте очень сложно, и велика вероятность то, что соперник немного возвысит эту подачу. Точнее, прием этой подачи, где мы уже произведем, конечно же, удар на выигрыш. Всем спасибо за просмотр. Ждите следующего ролика, в котором я вам расскажу, как нужно выйти из промежуточной игры. До встречи.